Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 27 сентября вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibo Group в студию ведущий Роман Шевченко. Начинаем с валютной пары евро-доллар. Несмотря на прогнозируемый рост объема кредитования частного сектора еврозоны, фактически данные оказались хуже прогноза, что оказало кратковременное давление на евро, но активность продавцов все еще остается умеренной. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество покупателей, так как укрепление котировок пары привело к увеличению открытого интереса, даже при снижении объемов торгов. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней продолжает снижаться, что увеличивает вероятность появления импульсивных ценовых движений. До момента возврата котировок пары выше 1,1250 медвежий сценарий все еще остается актуальным. А сейчас перейдем к валютной паре фунт-доллар. По мере ослабления котировок пары в область 29 фигуры, активность продавцов снижается, но покупателям все еще не удается развить коррекционный рост, что увеличивает риск дальнейшего снижения котировок пары. Открытые позиции трейдеров не позволяют определить общее настроение рынка, так как она направлена ценового движения нет. При этом открытый интерес и объемы торгов снижаются. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней продолжает снижаться, что увеличивает вероятность роста торговой активности в среднесрочном периоде. До момента возврата котировок пары выше 1,2985 медвежий сценарий остается актуальным. А сейчас перейдем к валютной паре доллар США, канадский доллар. До открытия американской торговой сессии волатильность торгов по данной валютной паре превысила отметку в 110 пунктов. При этом однонаправленного ценового движения нет. Это увеличивает вероятность смены настроения на рынке. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество покупателя, так как укрепление котировок пары привело к увеличению открытого интереса. При этом объемы торгов сократились, указывая на ослабление восходящего импульса. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней удерживается в пределах средних значений за месяц и полгода, но рассчитывать на дальнейшее увеличение торговой активности не приходится. Учитывая повышенную волатильность торгов до открытия американских рынков, активные покупки уже нецелесообразны. А сейчас перейдем к экономическому календарю на сегодня. Во время американской торговой сессии будет опубликован отчет по изменению потребительской уверенности в США. Снижение этого показателя негативно для доллара США. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы Фокус Рынка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Фиба Групп. Ваша финансовая группа поддержки.